И почему это кольцо? Обозначения у нас были следующие. Напомню, что К у нас было коммутативное кольцо с единицей. Вот такое К маленькое, красивое. Это было произвольное поле. И мы с вами обозначали. Вот помните, с двумя... А если оно коммутативно? Будет ли оно ассоциативно? Ну да, ассоциативное коммутативное кольцо с единицей. Так. И это у нас были кольцо формальных степенных рядов. Хорошо напишу, ассоциативное. В общем, самое хорошее кольцо. И кольцо многочленов. Мое предложение, на котором мы остановились в прошлый раз, было следующее. Мы с вами учились делить с остатком. Мы говорили, что возьмем произвольный многочлен в К от Х. Кольцо многочленов от одной переменной с коэффициентами из кольца К и любой Ж и приведенный. Помните, кто такой приведенный? Да, что там при старшей степени у вас единичка стоит. Надо взять F и именно приведенный Ж, чтобы делить. Мы в прошлый раз обсуждали, почему именно приведенный. Из того, что у нас именно кольцо. В поле все равно. Приведенный многочлен, тогда для любого Ф и для любого приведенного Ж существуют. Мы на этом предложении закончили в прошлый раз. Существуют такие Q и R. Что F равно G на Q плюс R. И R это у нас остаток, то есть либо степень R меньше степени Ж, либо R равно 0. И также, если К целостная, то есть нет делителей нуля, помните? Если К целостная, то Q и R определены однозначно. И вот это мы доказали. Способ доказательства был такой. Мы делили с уголком. Уголком. Помните? Один многочлен на другой. И получали остаток. Но надо аккуратно делить в кольце уголком. То есть мы подбирали такие коэффициенты. За счет того, что уже старший коэффициент единичка, нам это удавалось. Так. Следствие, которое я хочу сегодня сказать. Следствие, что для любых многочленов F и G с коэффициентами в поле К Существует единственная пара. То есть, смотрите, тут уже нет условия приведенности. Такая, что F равно G на Q плюс R. Ну и R опять такие же условия. Либо степень R. В меньшей степени G. Либо R равно 0. Вот так. То есть в поле... Вы что хотите спросить? Я, чтобы понимать, что происходит просто так, можно? Ну что? Формальные степенные R. Т.е. отличаются от многочленов, тем, что они дельфиняческие идут. Ну да. А многочленная функция приведенная является так, да? Приведенный многочлен, когда у него старший коэффициент 1. Ага. Начинается с X степени K. Ну вот это было в прошлый раз с доказательством. Я это повторять не буду. В это вы должны поверить. А дальше следствие из этого предложения. То, что... Если у вас коэффициент из поля, то можно делить. Просто многочлены, не задумываясь о том, приведен он или нет. Ну давайте докажем это следствие. Так, доказательства. Что значит, что кольцо целостное? Нет делителя нуля. Так, ну доказательства такое. Ж представим, как А умножить на У, где А будет старший коэффициент. Поля, мы так можем сделать, согласны? Потому что вы просто Ж поделили каждый коэффициент на А. Хорошо, в таком виде представили. Тогда У у вас оказывается приведенный. Ну и значит, раз У приведенный, то по предложению вы можете Ф поделить на У. Вот так. Ну и из этого будет следовать, что Ф равно Ж на Ку плюс Р, где у вас Ку с волной равно А на Ку. То, что надо сделать, у вас был уже не приведенный многочлен, надо сделать из него приведенный, поделить, как вы умеете, да? То есть представить вот в таком виде. А дальше сказать, что если у вас как связано Ку с волной Ку, просто умножением на А. А дальше как бы обратно, чтобы получить Ку, надо этот Ку с чертой поделить на А каждый коэффициент. Так, понятно доказательство или нет? Ну, мне кажется, вот здесь. И, кстати, такие Ку и Р, они единственные будут или нет? Да, смотрите, К целостный, это как раз наш случай. Поэтому Ку с волной Р с волной единственный, но Ку и Р, они отличаются буквально умножением на А. Спасибо. Так, ну, прекрасно. Но следствие из этих всех вещей – это теорема Безу, которую вы в школе или где-то учили, наверное. Ну, по крайней мере, вряд ли она для вас новая. Теорема, господи, теорема Безу, да. Остаток. Отделение. Многочлена. На x минус альфа равен f от альфа. Может быть, вы ее видели в таком виде, что если альфа корень, да, то тогда у вас f от x делится на x минус альфа нацело. Ну, в смысле, без остатка. Да. Ну, доказательства. Доказательства следующие. Возьмем, поделим с остатком на x минус альфа. Замечу, что x минус альфа – предведенный многочлен, поэтому по предложению можем поделить. Поделили, да. Вот получился какой-то r от x. Даже не r от x, а просто r. Почему просто r? Потому что степень r у вас должна быть меньше степени степени x минус альфа, то есть меньше единички. У вас либо степень r меньше единички, либо у вас r равно нулю. Да. Если r равно нулю, то очевидно, вы подставляете альфа, получаете f от альфа равно нулю. Ну, это и есть значение. А если... Ну и подставляем сюда альфа. Получаем, что f от альфа равно r. Да, эта штука у нас зануляется, но вот это значение f от альфа равно r. Хорошо. Как делить многочлены на многочлены первой степени? Мы ее либо определяем минус бесконечностью, мы считаем, что нулевая степень это имеет ненулевые константы. То есть мы степень определяли у ненулевых многочленов. Поэтому я отдельно пишу про r равно нулю. Можно ее класть в минус бесконечности. Есть такой способ. Хорошо. Вычисление многочленов точки. Значение многочленов точки. Называется это еще такой метод схема Горнера. Может, вы слышали в школе или где-то. Нет? Было? Было. Но вспоминаем, как мы делили. Вот было два многочлена. Так. n минус 1x минус n. И мы хотим поделить этот многочлен на x минус c. Ну и тут получится какой-то многочлен с остатком. Ну, как мы это делаем? Мы следуем тому доказательству предложения, которое у нас было, где мы делили уголком. То есть мы подбирали вот эти коэффициенты b через а. Мы сначала клали b0 равным а0. дальше подбирали b1 как a1 плюс c b0. В общем, я прокручиваю схему деления с уголком. Деление уголком. Ну и в какой-то момент у вас bn минус 1 равно a n минус 1 плюс c bn минус 2 и остаток r равен a n плюс c bn минус 1. Ну и записывается это вот в такую схему. Тут стоят... b1 b1 Вот эта схема называется схема Горнера. Такой способ записи. Смотрите, что у вас bn и n как отличаются на c, умноженное на предыдущий b. c, умноженное на c. То есть, как получить, например, вот этот элемент? Надо взять a2 и прибавить к нему b1, умноженное на c. То есть, чтобы получить этот элемент, надо взять тот, который над ним, и прибавить предыдущий, умноженный на c. Давайте на каком-то примере это продемонстрируем. c это то, на что мы делили, да? На x минус c мы делили. Ну вот, схема Горнера это как по буквам а построить буквы b последователь. Нет, это понятно. А сэмом дано или мы его сами делим? Дано. Дано c и дано многочленный зашек. А подбираем и b. То есть, мы делим вот этот многочленный x минус c. Ну, это когда вы хотите найти корень. А тут мы хотим найти просто значение многочленов точки. Да, ну давайте поделим многочлен x2x6 минус 11 x4 минус 19 x3 минус 7x квадрат плюс 8x плюс 5. Давайте поделим. Найдем его значение в точке x равно 3. На самом деле, если можно тупо подставить, да? Это способ, но более трудоемкий. Ну, в отчислениях вам придется считать какие-то жуткие степени. Если бы было не 3, а было, не знаю, уже 135, вы бы уже умерли, наверное. То подставлять. Ну и компьютеру. Компьютеру схемой Горнера посчитать значение многочленов точки быстрее. операций меньше, чем если вы будете просто тупо подставлять. Что делается? Пишем коэффициенты этого многочлена. 2, дальше 0, правильно, при 5 степени. Минус 11, минус 19, минус 7, 8, 5. Ну, вот сюда мы пишем c. Троечка. Этот коэффициент у нас переписывается. Да. А теперь мы должны к нулю прибавить 2 умножить на 3, то есть 6. Теперь к минус 11 прибавить 6 умножить на 3. Минус 11 плюс 18, 7. К минус 19 прибавить 7 умножить на 3. 2. К минус 7 прибавить 6. Минус 1. К 8 прибавить минус 3, 5. И к 5 прибавить 15, 20. Ну, видите, довольно-таки быстро посчиталось. Мне кажется, быстрее, чем если мы тройку подставляли, все суммировали. Ну и действительно алгоритм более удобный для компьютера. Тут схема Горнера. Ну, для человека не получается просто бесполезны какие-то формулы, как-то странно запоминать. Запоминать не надо. Надо просто поделиться остатком, и все. Тогда мы можем просто уголком делить. Ну, да, это то же самое. Ну, если попробуйте поделить уголком, и поймете, что ровно так же у вас эти коэффициенты получаются. Ну, это красивая вещь. Так, ну, давайте теперь поговорим про наибольший общий делитель. Что мы еще знаем из целых чисел. Что такое взаимная простота. И алгоритм Евклида. Все это тоже есть в кольце многочленов. Так, что-то я ничего не вижу. Так, только давайте теперь мы возьмем все-таки не K и X, а в поле. Давайте, коэффициенты будут из поля. То есть сейчас в этой истории мы не пользовались тем, что у нас поле, а на самом деле пользовались только кольцом. Поэтому такие вычисления вы можете проводить и над кольцом ZN, например. Хорошо. Ну, и помните, что у нас было в целых числах. А именно, какие были факты. У нас был какой-нибудь набор чисел, да? Мы для них определяли наибольший общий делитель. Он был единственный, он существовал. Он линейно представлялся через вот эти вот, через эти числа, да? Помните линейное представление нот? Что у нас еще было? Определение взаимной простоты. Еще мы делали алгоритм Евклида. Вот это все переносится практически дословно в кольце многочленов. Ну, давайте поймем, как. Ну, предложение такое по поводу существования и единственности наибольшего общего делителя. Ну, пусть у нас есть какие-то наборы многочленов из К от Х. С коэффициентами над полем К. Для любого такого набора, да, многочленов с коэффициентами из поля К существует единственный. Приведенный многочлен. Многочлен Д. Ну, что нам было важно от наибольшего делителя, как мы вообще определяли? Он должен делить каждый из афиток, правильно? Ну, вот который делит каждый из афиток. Делим. Каждый. Из многочленов афиток. Правильно? С другой стороны, это просто определение делителя, да? Чтобы он был наибольшим, надо еще написать следующее. И делится на любой многочлен, делящий каждый из афиток. Делящий каждый из афиток. Это первая часть предложения. Понятно, да, что существует единственный вот этот Д, который мы потом назовем наибольшим общим делителем. Так, вторая часть предложения, что Д представляется в виде. Ну, вот это и есть, что линейное представление нот. Так, что там? Ну, тут ашки – это тоже какие-то многочлены с коэффициентами из поля К. Так, это первая часть, это вторая. И третье, что любой многочлен, ну, произвольный многочлен, произвольный многочлен, который можно представить в таком виде, да, как такую линейную комбинацию эфов, произвольный многочлен, который... Можно представить в виде звездочки? Делится на Д. Ну, так у нас и было, вспомните. Да, типа идеал. Ну, сейчас мы не будем такие страшные слова говорить. Попозже. Ну, давайте доказывать эту всю радость. Ну, у вас прослеживается полная аналогия с тем, что мы делали в целых числах. Или не особо. Давайте начнем с единственности. Почему такой многочлен единственный? Ну, единственность, ну, уже в предположении, что он существует. Единственность. Ну, как мы это доказывали, ровно как и с наибольшим общим делителем. Пусть есть два. Пусть есть Д1 и Д2. Да? Смотрите, Д1 и Д2. Все делят эфы. Правильно? По предположению, у нас должно быть так, что Д1 делится на Д2. Потому что он не только делит эфы, но еще делится на любой многочлен. О, еще делит любой многочлен, который делит эф. И наоборот. Тоже должно быть верно. И Д2 делится на Д1. Так. Плюс ко всему, они еще приведены. Из того, что они делятся друг на друга, следует, что у них одинаковая степень. Так. Из этого следует, что у них одинаковая степень. Да. И оба. Еще Д1 и Д2 приведенные. Значит, совпадают. Как у вас может быть так, что один многочлен делит другой, но друг друга не делят, еще и приведенный. Да? Только когда они совпадают. Хорошо. Ну, чтобы доказать следующую часть, ну, рассмотрим... Ну, следующую часть, это там сразу много докажет. Рассмотрим такое под кольцо, в кольце многочленов. То есть будем смотреть все возможные линейные комбинации эфов с коэффициентами в К от Х. обозначим его вот так. Ф1 и так далее, ФН со скобочкой. Это под кольцо. Кто знает, почему это под кольцо? Ну, во-первых, там содержится ноль. Есть ноль. Возьмите все аши ноль. Верно ли, что если два таких элемента сложите, то опять получится элемент такого вида. А если перемножите... Верно? Верно. Ну, поэтому эта штука под коль... Так, что еще для под кольца надо проверить? Наши. М? 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 Да, есть? М? М? Для под кольца... А, ну, ассоциативность, коммутативность следует из того, что у вас коэффициенты из поля. Там все хорошо. А в под кольце не обязательно должна быть единичка. Почему? Помните самый пример? В целых числах под кольцо четных чисел. Оно без единицы. Вот единичка у вас тут окажется только тогда, когда у вас все Ф-ы взаимно простые. У них нот единичка. Да? А так единички там не будет. Если у них какой-то не единичный наибольший общий делитель. Хорошо. Ну вот просто обозначили таким образом некоторые под множество и увидели, что оно под кольцо. Понятно? Хорошо. И что еще верно? Верно следующее. вещь. Что если G замкнут относительно умножения. Перемножьте два каких-то элемента. да? Ну давайте H давайте две переменные. И F1 на давайте не H, а G1 плюс F2 на G2. Да? потому что вы можете просто написать их произведение как оставить вот этот F1 и F2, да? А здесь написать просто произведение многочленов. то есть написать F1, а его коэффициент новый будет. Это F1 на H1 плюс F2, H2 на G1, правильно? И так же F2. Но давайте напишем это чуть-чуть по-другому только что, что я сказала. А это даже более сильное утверждение здесь, что если у вас какой-то G просто принадлежит этому под множеству до этого под кольцу, то если вы его на H умножаете, то оно тоже принадлежит. Так, H для любого H, правильно? То есть если у вас G лежал в этом под множестве, то и любой многочлен умножить на G тоже лежит в этом под множестве, потому что вы просто вот эти коэффициенты на G умножаете, на H. Непонятно? Нет? Или есть контакт? А? H на H. Непонятно? А? H на H. А? H на H. H какой-то многочлен. То есть вы берете вот у вас G, допустим, в таком виде лежит. H какой-то многочлен, он просто вам каждый этот коэффициент на H умножает, значит H на G тоже в таком виде представляется, правильно? Но лучше написать, наверное, так, то для любого H, вот так H на G принадлежит этому под кольцу. Хорошо. Ну и сразу из этого следует замкнутость относительно умножения, согласны? Если у вас для любого H, то уже для H из этого под множества тоже верно. Хорошо. Так, содержит в сейф. Теперь что у нас еще верно? Думаем про это под кольцо. F1, Fn содержит в сейфы. Согласны? Вы можете взять тут коэффициенты все нули, кроме Итого. Итой единичку. Поэтому здесь у вас еще все F1 лежат. Так. И все многочлены. Многочлены. Делятся на любой общий делитель в Итых. Это понятно почему. Потому что если у вас есть общий делитель в Итых, то эта часть делится, это и эта. Да, вся сумма делится. Хорошо. Вот мы описали как бы это под кольцо, что нам надо взять в качестве D. Так, где вы мне продолжить? Давайте единственность сотру. Это она очевидная. В качестве D возьмем любой приведенный многочлен на меньшей степени. среди ненулевых. В качестве D в качестве D любой приведенный многочлен на на меньшей степени в средине нулевых. Ну, 0 мы сказали, что там лежит 0, не берем рассмотрение. Мы знаем, что тут вообще не пустое множество, да? Ну и как минимум не из одного нуля. Там уже F есть. В общем, там какие-то многочлены. Да, нам надо взять многочлены на меньшей степени, да, отбросив нулевой. В среди них взять наименьший и еще какой-нибудь приведенный. Почему обязательно будет приведенный? Ну, вдруг не окажется приведенного. Как вы думаете? Потому что капольный? Да, совершенно верно, потому что капольный. Возьмите какой-то и поделите на старший коэффициент, сделайте из него приведенный. Он тоже должен лежать в этом множестве. Да, поэтому обязательно приведенный там будет. Вот его возьмите и вы получите D. Да? Ну, давайте поймем, что то, что мы взяли, это D, это то, что нам нужно. А именно, что он, что он делит все F и T, это понятно. И, ну, давайте вот это проверим, да. Пусть у вас G какой-то многочлен. Давайте его поделим с остатком на D. Тогда у вас G равно QD плюс R. Да. Значит, R равно G минус QD. Да, G у вас какой-то степени. И D какой-то степени. Ну... Да, смотрите, G минус QD, поскольку G здесь лежит и QD лежит, он принадлежит вот этому под кольцу. И он степени меньше, чем D. Да? Ну, значит, он нулевой. Согласны? Ну, не может быть... R не ноль, так как тогда степень R меньше степени D. А мы брали D наименьшей степени. Ну, и значит, R равно нулю. Что мы получили? Что все многочлены делятся на D. Вот. Из этого, из-под кольца. Все многочлены из-под кольца делятся на D. В частности, все F делятся на D. В частности, мы получили, что любой многочлен, который можно вот так представить, делится на D. Это пункт 3. Ну, D мы уже изначально представили в таком виде. Ну, и здесь тоже существование доказали. Единственность доказали самую первую. Действительно, он делит все многочлены F. И делится на любой общий делитель F. Да? А, да. И делится... Делится на любой многочлены F. А вот, смотрите. Все многочлены отсюда делятся на любой общий делитель F. Так, ну, осознайте, что мы все доказали. Еще раз. Где мы пользовались тем, что K – поле? Каждый раз, когда мы хотели про приведенный, да, поговорить. Или, например, да, здесь пользовались, да, что степень R меньше степени D. А мы говорим, что если у нас R лежит, то и какой-нибудь приведенный соответствующий ему лежит. Да? Поэтому так быть не может. Но вот каждый раз, когда какое-то рассуждение про приведенное, мы пользовались тем, что у нас поле. Ну, вот эта буковка D называется нод, но и обозначается нод вот этих F. Хорошо. Что значит, что многочлены взаимно просты? Ну, значит, не имеют общих положительных делителей. Ну, это называется взаимной простотой. Или равносильное определение, что у вас существуют такие H, что тут штучка единица. То же самое, что и с целыми числами, да. Взаимная простота – это значит либо не иметь общих делителей, мы говорили, что тогда можно представить единичку, да, в виде их линейной комбинации. Хорошо. Давайте перейдем к алгоритму Евклида. Я его быстро довольно-таки проговорю, потому что… А вопрос такой, как несуществование показали? Существование просто явно нашли. Мы сказали, что это множество не пусто, и там кто-то живет. И выбрали что-то вроде наименьшего ненулевого элемента. Так, ну как действует алгоритм Евклида в кольце многочленов? Ровно так же надо додурение делить с остатком, и все получится. Ну, давайте вспомним, что мы делали алгоритм Евклида. Значит, у нас было два многочлена. Ну, я замечу, что сейчас у нас по-прежнему все коэффициенты из поля. Потому что мы с вами про нот доказали для многочленов, да, с коэффициентами из поля. Так, ну и пусть у вас степень f1 больше или равна степени f2. Ну, давайте сделаем так. Возьмем e0, пусть это будет f1. e1 – это будет f2. Ну, и будем делить. То есть мы для f1 будем искать такой g1 на f2. А тут будет остаток. Другими в наших обозначениях я запишу так, что e0 равно некоторой g1 на e1 плюс e2. Хорошо, получился остаток. Теперь e1 делим на e2. Ну, получился остаток e3. Ну, окей. При этом степень этих e-шек все время строго понижается. Это понятно почему. Просто по определению деления с остатком. Ну, и в какой-то момент у вас получится, что e r равен g r плюс 1 на e r плюс 1. То есть ура поделилась, значит, e r плюс 2 у вас 0. Ну, вот этого остаточка нет. Тут 0. Ну, вот это и есть наибольший общий делитель. То есть последний ненулевой – это нот. Хорошо. Ну, и попутно вы можете каждый екатый представлять в виде. h1, kt на f1 плюс h2, kt на e2. E на f2. Ну, как? Вы линейно e2 отсюда выражаете через f1, f2. Подставляете сюда, да? Это у вас вот f1 и f2. Линейно выражаете дальше и так далее. И находится у вас линейное представление для нот. Почему оно наибольший общий делитель? Что? Почему оно наибольший общий делитель? Ну, такое же доказательство, как в обычном алгоритме Евклида. Во-первых, почему это, почему это нот? Ой, почему это вообще делитель, понятно? Да, и вы можете все раскрутить и понять, что действительно на e и r плюс 1 все поделится. Да. А почему он наибольший? Ну, можно доказать как-то так, что если бы был в большей степени, то в какой-то момент… А, ну, как мы доказывали-то? Доказывали мы, по-моему, такими равенствами. Писали, что нот e0 и e1 равен ноду e1 и e2. Сможете такое доказать? Это была у нас вспомогательная лемма, когда для целых чисел. Мы показывали, что на каждом шаге нод не меняется. Помните? Ну, вот это какая-то очень простая вещь. И дальше просто вы доходите до последнего шага, и здесь видно, что нод e r и e r плюс 1 – это e r плюс 1. Ну, и вся эта цепочка, она раскручивается. И получается, что это и нод вот эта. Ну, достаточно доказать, да, что нод чего там, какой-нибудь суммы многочленов. Ну, да, вот это равенство, что если вы поделили с остатком, то нод e2 и e1 такой же, как ноду e0 и e1. Хорошо, ну-ка, давайте продемонстрируем действие этого алгоритма. Вы помните в маленьком примере. Ну, на следующем семинаре потренируйтесь. Сейчас ушло. Так, это e0. Никто уже не хочет тренироваться, да? Ну, допустим, вот такие два многочлена. Ну, давайте искать e2. Нам надо написать e0 как нечто на e1. То есть этот на этот с остатком поделить. e0 – это у вас x квадрат плюс 3x плюс 2. Ну, чтобы поделить с остатком, тут надо взять x и вроде бы все. А остаток будет x плюс 1. Это у вас e2. e2 – это x плюс 1. Теперь e1 делите с остатком на x плюс 1. И оказывается, что e1 – это у вас x плюс 1 на x плюс 2. Ура, поделился. Значит, e2 – наибольший общий делитель. Ну, это какой-то такой маленький пример, чтобы сейчас вычисления не разводить на 2 часа. Ну, вот так. Хорошо. Так, мы еще не сказали одно важное определение. Важное определение – это что значит, что многочлен не приводи. Это какой-то аналог делителей нуля, да? Это аналог простоты неприводимости, да? Это аналог простоты, да? Это аналог простоты, да? Неприводим. Если из равенства f равно g на h следует, что либо g, либо h, – обратимые константы. Ну, то есть вам нельзя разбить произведение многочленов меньшей степени, да? Если над полем. Ну, это какой-то аналог простоты, да? Потому что вот простое число, оно не представляется в виде произведения двух других чисел, да? Как сказали, f в поле или в кольце? f, ну, определение можно дать для кольца неприводимого. Так, ну хорошо, и мы переходим немножко про корни, многочленов еще поговорим. Так, наверное, все можно стереть, вы успели все, что хотел? Да, напоминаю, что мне вчера прислали расписание сессии, и наша контрольная пока стоит через две недели в пятницу. Если кто-то об этом не знал, то я вас поздравляю, вы это узнали сейчас. Да. Контрольная, письменная. Колоквиум по алгебре будет во втором модуле. Вас ждет колоквиум по матану, насколько я знаю, в этом семестре. Ну, ничего, это полезно. Сток задачи, да, я с вас не буду спрашивать ничего. Ну-ка. Ну, не знаю, штучек шесть можно. А на полный балл? А? На полный балл 5600. Ну, что-нибудь сделаю, чтобы было чуть побольше задач. Не надо будет решить прям все сто процентов на десять баллов. Если, например, кто-то очень не любит искать автоморфизм по лейту, может быть, можно и без этого десять получить. Так. Ну, элемент альфа называется корнем многочлена. Наверное, вы догадались, если f от альфа равно нулю. Ну, и у нас была теорема, да, что это равносильно условию, что f от x делится на x минус альфа от x. Хорошо, предложение. Если в k нет делителей нуля, то есть целостное кольцо. Да, Андрей. Вы сегодня должны выйти с лекции, запомнить хотя бы одну вещь, что такое целостное кольцо. Это уже будет круто. Если нет делителей нуля, то вы там выйдете за обедом с девушками обсудите процесс на кольце. Что всякий f… Так, то всякий многочлен f из кольца многочленов с коэффициентами sk, имеющий корнями… альфа-с делится на произведение. Так, от 1 до s… Понятно? Если f у вас не равен нулю, то еще и степень f больше или равна степени s. Ну, доказательства. Нам уже хотели доказательства рассказать, да? Да, записываем, раз он делится… раз альфа-1 корень, то он делится на x минус альфа-1, да? Дальше мы что делаем? Вот важно, что в конец делителей нуля, да? Почему? Давайте подставим… ну, значит, подставим альфа-2, да? Сюда. Имеющий корнями… ну да, различные числа, конечно, надо написать, чтобы сейчас не было никакого… Альфа-1 различные… различные числа. Смотрите, эта штука у нас ноль, потому что альфа-2 корень, да? Но делителей нуля нет. Поэтому альфа-2 и альфа-2 минус альфа-1 не равно нулю, да? Но из этого следует, что f от… f1 от альфа-2 равно нулю. Правильно? Иначе бы были делители нуля, если бы не было. Ну и все. Дальше f от… f1 от x… Говорите, что у него… Тут можно даже написать и альфа-2, альфа-к любой, где k не равно единичке. Говорите, что у f1 и все корни есть. У него обязательно корень альфа-2, альфа-3 и так далее, альфа-k. Делите его, представляете его там в виде… x минус альфа-2 на f2. Ну и все. У этого, значит, ровно так же. У этого у f2 есть корни альфа-3 и так далее, альфа-s. Ну, надеюсь, понятно или нет. Воспользовались целостностью, хочу заметить. Ну, следствие, наверное, вам понятное. Следствие, что ненулевой многочлен из целостного кольца не может иметь в этом кольце более степенев различных корней. И нулевой f не может иметь, где k целостное не может иметь больше, чем степень f корней. Так. Понятно, да? Но тоже в целостном. Я вам специально домой дам задачку, что вы что-нибудь там будете решать в задках, и там будет какая-нибудь гадость. Потому что задка не целостна. Да. Чтобы понимали, что это условие важно. Хорошо, что мы еще успеваем. Да, еще немножко успеваем. Извините, кстати, я предыдущую группу отпустила на 10 минут раньше. Ну, потому что я перепутала, в общем. Ну, наверное, вы были рады. Как? А, у вас на 5? Ну, бывает. Хорошо. Ну, давайте еще поговорим про общие корни многочленов. Общие корни многочленов. Вот вы задаетесь вопросом. Когда f1, fn? Ну, давайте уже будет поле. Потому что мы только в поле сейчас знаем про нот. вот, когда f1, fn в k от x имеют общий корень. Ну, если бы у них был общий корень альфа, да? Из этого бы следовало, что x минус альфа делит каждый f и. f1. А если он делит каждый f и, значит, что он делит нот, их нот. Просто по определению нота. Да. И на самом деле это более простой способ найти сначала нот, потом поискать его корни до чем пытаться каждый f1 там пойти его корню его корни если задачка искать общий корень надо подумать про нот не надо раскладывать все многочлены на множители найдите их нот вдруг он вообще единичка тогда у них нет общих корней да ну вот что я хочу сказать что если так не здесь очень плохо писать я вот этого порога боюсь жутко он такой идешь идешь и туда хоп все такой лектор так если f1 fm взаимно просты просты то они не имеют общих корней можете это доказать так что пусть они взаимно просты это значит что есть какая-то линейная комбинация равна единички подставьте в обе части какой-то корень будем считать общий тогда у вас в левой части должен получиться 0 а справа по-прежнему единичка поэтому общего корня у них нет что какой-то нет нет мне кажется сейчас если не имеют если не имеют то взаимно просты я подумаю сейчас если если они имеют то обязательно но он делится на этот корень до да да вдруг действительно у них ноту которого нет корней в этом самом да так и что еще хочется здесь сказать что они не не имеют общих корней не только в поле к до они конечно не имеют к общих корней в к но даже в любом кольце даже в к каком-то кольце куда это поле вкладывается по тем же самым причинам потому что вы можете подставить этот воображаемый корень до из этого кольца но тут-то единичка а с единичкой вы ничего не сделаете то есть они как ни в каком кольце где к это подполь вот так ну и определение которое вам хочу сказать и но в следующий раз начнем разбираться с кольцами вычетов сейчас у вас должна аналогия сработать с кольцом вычетов по модулю n можно ровно такое же сделать с многочленами а именно возьмите какой-то многочлен до давайте да с коэффициентами из поля и давайте он будет отличный от констант и рассмотрите кольцо под кольцо всех многочленов которые делятся на f все виды на аж где аж ну докажите что это под кольцо это первое задание ну и тогда можно разбить все на классы эквивалентности да а именно сказать что же один сравнимо да можно написать тогда же 2 по модулю f но отношения эквивалентности опять сравнимости если у вас их разность делится на f то есть принадлежит вот этому под кольцу да или как мы дальше узнаем идеалу тут все не говорил ну хорошо во первых надо доказать что это отношение эквивалентности то есть нам там все и вот эта рефлексивность все симметричность транзитивностью это проверить действительно делается легко ну а дальше вы можете все многочлены разбить на классы до ровно так что в этом классе живут все многочлены же плюс вот многочлены с этого под кольца ну хорошо можно разбить на классы и корректно вести умножение и сложение этих классов тоже отдельная задачка проверить что действительно все задано корректно и какие бы вы представители из класса не взяли то вы попадаете в тот же класс где сколько у вас классов нет почему больше у вас как минимум у каждой константы свой класс у всех констант свои разные класс их там просто куча но если к вообще бесконечное поле то извините ну вот можете ввести сложение умножения на этих классах эквивалентность и рассматривать такое да кольцо вычетов уже по модулю многочлена и на самом деле за этим стоит довольно таки красивая теория а именно расширение полей да и наверное вы мы с вами говорили да что комплексные числа можно получить добавив туда минус единичку да или что то же самое но корень из минус единицы профакторизовав то есть получить как класс вычета всех многочленов с вещественными коэффициентами по многочленами x квадрат плюс 1 да это такое как бы c это расширение поле r об этом будем говорить подробно в следующий раз или мы с вами брали такое поле q корень из двух помогу в квадрат плюс x квадрат минус 2 да и вот всякие такие примерчики они будут получаться как кольцо вычетов на по каком-то многочлен более того мы узнаем как строить поле из по степени n элементов таким образом то есть мы до этого с вами поля только из по элементов видели cp вроде бы знали всего несколько полей zp и чего еще cr q ну вот так конечные поля еще бывают из по степени n элементов и вот их можно так красиво построить да вы его ручками построили мне бурман сказал а можно построить профакторизовав кое-что по многочлену да но это интересная вещь ну займемся этим на следующей лекции на семинаре что успеем вот ну вот вам анонс на следующий раз что будем разбираться с этими вычетами